Тем для обсуждения на встрече будет достаточно. В том числе и вынужденная оптимизация. Речь идет о закрытии в некоторых регионах вагонных депо, вагонных участков, в частности о ликвидации пункта формирования поездов в городе Чебоксары. Вот как прокомментировал ситуацию министр транспорта и дорожного хозяйства Чуваший Владимир Филиппов. Действительно 22 января текущего года заместитель генерального директора акционерного общества федеральной пассажирской компании Мельников Александр Сергеевич своей внутренней фоксограммой отправил информацию до своих структурных подразделений о проведении оптимизации структур, которые работают на железнодорожных перевозках дальнего следования. В том числе и такую фоксограмму получила Горьковская железная дорога. Предполагается в городе Чебоксары убрать пункт формирования и оставив его станции оборотной. Что это означает? Это означает, что некоторые штатные структуры будут переходить с одного региона в другой регион. Значит, конечно же, эта ситуация для нас неприемлема. Мы в любом случае этой ситуацией владеем полностью. И на сегодняшний день это только предложение об оптимизации. Время от времени, к сожалению, федеральные наши структуры такую оптимизацию хотят провести. Но и плодотворная работа на сегодняшний день дает свои результаты. Конечно же, будем отстаивать нашу станцию формирования на железной дороге, так как поезда дальнего следования действительно формируются здесь. И это действительно касается порядка 600 человек, которые работают на станции формирования Чебоксары. Данный вопрос будет обсуждаться на самом высоком уровне, в том числе и с российскими железными дорогами. На сегодняшний день этот вопрос обсуждался с Горьковской железной дорогой. Мы встречались с Лесюном Анатолием Федоровичем, начальником Горьковской железной дороги. Так что я думаю, что мы вместе, совместно работая на сегодняшний день, попытаемся сохранить и сохраним ту структуру, которая сегодня существует на территории Чебоксарской республики. В Республиканской службе занятости населения Чебоксары сообщили, что на сегодня предприятие не приступило к проведению мероприятий по высвобождению работников и не предоставило об этом сведения в органы службы занятости населения. Напоминаем, что по закону работодатели обязаны сделать это за два месяца до проведения соответствующих мероприятий, а при массовом увольнении за три месяца. Республиканская служба занятости населения Чебоксары ссылается на устные пояснения кадровой службы. В случае вручения работникам уведомления о предстоящем сокращении многим работникам в случае согласия будут предложены вакансии в других филиалах и подразделениях ОАО ФПК. Конец цитаты. Со своей стороны службы занятости население Чувашии готова разработать комплекс мероприятий по трудоустройству высвобождаемых работников.